Здравствуйте! Вы смотрите новости 5 канала в студии Кристина Куща и в начале коротко о главных темах. На железнодорожной станции КАН-2 сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который пытался сбыть запрещенное вещество. Ждем вас в молодежном центре с понедельника по пятницу с 10 до 12 и с 2 до 4. В многопрофильном молодежном центре стартовал прием заявок для желающих трудоустроиться в ТОС. Я мужу две пары приобретала зимних сапожек, себе сапожки приобретала. Ярмарка белорусской обуви продолжает работать в Канске. Успейте приобрести качественную и удобную пару обуви. На железнодорожной станции КАН-2 сотрудники транспортной полиции провели задержание лица подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных линейным отделом МВД России на станции Иланская, был задержан 32-летний житель Канска, причастный к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у подозреваемого были обнаружены полимерные свертки, содержащие по заключению экспертов наркотическое вещество. Также было установлено, что аналогичное наркотическое средство этот мужчина сбыл покупателю на станции КАН-2 Красноярской железной дороги. В отношении данного гражданина следователями транспортной полиции были возбуждены уголовные дела по факту сбыта и покушения на сбыт наркотиков в значительном размере. Максимальное наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Не за горами летний период, когда старшеклассники смогут устроиться в трудовые отряды, чтобы не только провести каникулы с пользой для родного города, но также и заработать. С самого утра у дверей многопрофильного молодежного центра выстроилась длинная очередь. Дело в том, что сегодня стартовал прием заявок для всех желающих трудоустроиться в ТОС. Для молодежи Каннской это отличная возможность провести летние каникулы с пользой, а также найти новых друзей и при этом заработать. В этом году иду третий раз в ТОС. Мне нравится тем, что ты, считай, уже учишься работать, готовишься к твоей будущей жизни. То есть прополка, покраска, то есть неизвестно же, с чем меня судьба свяжет, а так я буду хоть немного уметь по начальной подготовке к рабочей. ТОС, он объединяет людей, нужно уметь работать в команде, потому что одному очень тяжело работать в такой сфере. Ну и, наверное, приятно, что вот твои денежки заработаны, тратишь куда хочешь. Да, конечно, что я могу или маме подарок купить, или сам себе могу что-то подарить. Ну не нужно просить денежку у мамы, какая-никакая денежка у меня будет. В ТОС я нашел себе новых знакомых, с которыми я потом посредственно общался. Да, даже и сейчас бывает списываемся. Но этот год я пришел с теми же желаниями, с теми же желаниями завести новых знакомых, найти себе новое общение, да и просто провести досуг в хорошей, спокойной обстановке. В пользу, да? Да. Документы принимаются от молодежи возрастом от 14 до 17 лет. Уже традиционно работать на улицах города будут краевые трудовые отряды, муниципальные и СУЭК. Ждем вас в молодежном центре с понедельника по пятницу с 10 до 12 и с 2 до 4 для приема документов в трудовые отряды старшеклассников. Приемная кампания продлится до 17 мая включительно. В этом году в трудовые отряды старшеклассников будут устроены порядка 600 ребят. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Прямо сейчас смотрите новости Каннского района. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей. Также мы расскажем другую полезную информацию. Не переключайтесь. Глава Каннского района Александр Заруцкий наградил работников культуры на районном мероприятии. Оно было посвящено профессиональному празднику тех, кто делает культурное пространство района самобытным и разнообразным. Культработники и ветераны отрасли получили благодарственные письма и цветы. Особым подарком был праздничный концерт. Участники движения «Дружина юных пожарных» поучаствовали в тушении пала травы. Вместе с главой филимоновской администрации Ольгой Мартыновой они поговорили о том, как важно быть ответственным по отношению к природе. Люди, не ждите траву. Даже сжигание мусора приводит к большим последствиям. Не бросайте огурки. Не выбрасывайте мусор, убитый из стекла. Дети, не играйте со спичками. Это не игрушки. Не ждите костры. Пожаря не только растения и деревья, но и птицы и животные. Вкусно и сытно. В Остафьевской школе родителей накормили обедом. Родительский контроль блюд школьной столовой прошел на этой неделе. Комиссия пришла к выводу о том, что школьное меню отвечает всем требованиям и нормам. Родители задали вопросы, высказали свои пожелания и предложения по организации питания и рациона. Дали положительную оценку качества и разнообразию блюд. Межмуниципальный военно-спортивный турнир, посвященный Дню космонавтики, прошел в спортшколе «Олимпиец». Его участниками стали представители общественных организаций, участники СВО, сотрудники МЧС, МВД, ГУФСИН, работники здравоохранения. В личном зачете на этапе спортивная подготовка, жим гири 16 кг за одну минуту, победителем стал инструктор по спорту спортивной школы «Олимпиец» Денис Церих. Команда Каннского района стала победителем турнира. Для нескольких устройств в домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60. Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8 913 596 48 36. Мальчишки и девчонки, а также их родители. На экспозицию гигантов! Всей семьей сходите вы! Ждем вас в ТЦ «Гадаловские ряды». Каннск, улица Московская, 70. В селе Байкит загорелся деревянный барак. Пожарные после тушения обнаружили тела 43-летнего мужчины и 38-летней женщины с признаками отравления угарным газом и признаками термического воздействия огня. В результате предварительного расследования установлено, что в квартире дома проживали сожители, которые употребляли алкогольные напитки в компании троих приятелей. Под утро один из гостей почувствовал запах дыма, в подъезде распространился огонь. Двое гостей смогли покинуть помещение, а местонахождение еще одного остается неизвестным. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Красноярец посадил своего малолетнего сына за руль и попал в поле зрения полицейских. В ходе мониторинга соцсетей стражи порядка нашли в интернете запись, на которой видно, как водитель иномарки едет по улице с маленьким ребенком на руках и время от времени дает ему крутить руль. Мужчина не только нарушил требования к перевозке детей, но и выехал на встречную полосу вместе с малолетним пассажиром в машине. В отношении красноярца были составлены административные материалы, а также начали проверку в отношении отца за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В Красноярском крае медведи вышли из спячки. В МЧС рассказали, что жители Краснотуранского, Манского, Ужурского, Балахтинского, Емельяновского и Большимуртинского районов активно распространяют в социальных сетях информацию о том, что они видели следы косолапых хищников. Спасатели отметили, что весной медведи опасны для человека, так как они голодны после зимней спячки. Полюбившиеся многим обувь из Беларуси, которая стала настоящим спасением для ног с особенностями, продолжают работать в нашем городе. Обувь для проблемных ног – это идеальная пара обуви для людей, которые испытывают трудности в подборе идеальной обуви. Она обладает удобной посадкой, обеспечивает свободное движение в течение всего дня. Все модели, что представлены на выставке, не только обеспечивают комфорт, еще они выглядят стильно и модно, поэтому вы всегда будете чувствовать себя уверенно, независимо от сезона. Данная модель смотрится роскошно и дорого, при этом очень практично в носке. Здесь предусмотрена регулировка полноты обуви с помощью шнурка, а для удобства надевания – замок. Пяточные зоны имеют дополнительную защиту от продавливания. Также у модели анатомическая колодка, которая плавно распределяет нагрузку по всей стопе. Подошва из качественного каучука, легкая, прочная, не стирается и не лопается при сгибе. Метод крепления – литьевой. На выставке предложены самые разнообразные модели – классические прямые линии, геометрически выдержанные фасоны – основа современного образа. Каждый покупатель сможет подобрать для себя ботинки на весну, а также приобрести пару летней обуви, на которую остались цены прошлого года. Качество, комфорт и уверенность – вот что постоянно притягивает покупателей, и они снова и снова возвращаются на ярмарку белорусской обуви. Я мужу две пары приобретала зимних сапожек, себе сапожки приобретала, потом шлепанцы приобретала. Очень нравится, очень мягкая и не скользкая, главное. Я всю зиму проходила с удовольствием. И по качеству все сапожки? По качеству все, да. И муж очень доволен. Особое внимание заслуживает широкий размерный ряд – женский от 36 до 43, и мужской от 40 до 49. Ярмарка находится в торговом центре ЦУМ по адресу улица Московская, 55. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Успевайте приобрести удобную пару обуви, ведь выставка продлится до 22 апреля. А теперь о погоде. Предстоящая семидневка будет теплой и пасмурной. Всю неделю дневные показатели будут колебаться возле отметки плюс 8, плюс 14. Ночные не ниже минус 5 градусов. Практически во все дни недели ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». А с вами была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. 22 апреля в городском доме культуры пройдет выставка «Алтайского меда». Большой ассортимент меда пенсионерам скидки. Город Канск, улица Ленина, 10. Магазин «Трактор-Деталь» приглашает к сотрудничеству руководителей сельскохозяйственной и лесной отрасли, компании, владеющие спецтехникой, фермеров, а также всех любителей тракторов и автомобилей к длительному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы обеспечиваем качественными запчастями всю восточную группу районов. С нами надежно. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все – от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка. Большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих теплый пол, маты и коллекторная группа. Фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на три месяца. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, Труд, дом 1. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организаций. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей и специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. МВД предупреждает. Это мошенники. Вам звонят из банка? Просят установить новое банковское приложение? И даже прислали нужную ссылку? Будьте бдительны. Это мошенники. Под видом приложения вы установите на свой телефон программу удаленного доступа к онлайн-банкингу. А мошенники смогут украсть ваши деньги. Только факты. По данным Центрального банка Российской Федерации, за три месяца 2023 года аферисты похитили с банковских счетов россиян 4,5 миллиарда рублей. Вернуть же удалось чуть больше 4%. Как мошенники убеждают своих жертв? Вам скажут, что старое приложение банка удалили или переименовали из-за санкций. Убедят, что только с этим приложением ваши счета будут в безопасности. Запугают, что на вас пытались оформить кредит. А чтобы отменить операцию, нужно установить новое приложение. Что делать? Повесить трубку и перезвонить в свой банк по номеру телефона, указанному на карте. Запомните! Нельзя устанавливать приложение по просьбе неизвестных. Не стоит переходить по ссылкам, которые вам прислали по СМС или в мессенджере. Никому не называйте данные своих карт. Не перечисляйте деньги по телефонному указанию незнакомцев. Будьте бдительны! Мошенники придумывают все новые схемы обмана. Не доверяйте незнакомцам, даже если они утверждают, что звонят из Центробанка, полиции, ФСБ или прокуратуры. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники! Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин